Он побеждал в ринге Николая Валуева и обоих братьев Кличко. Также брал бронзу Олимпийских игр в Атланте. Сегодня у Леонса Алексея Лезину 50. В честь этого в областной школе бокса турнир среди юных боксеров. Все мы знаем Алексея Лезина, мы очень хотим быть похожим на него, поэтому это очень круто. Мне очень понравилось на этих соревнованиях участвовать. Сам Лезин скромен и своими наградами лишний раз не кичится. Новый вклад в историю отечественного бокса бесценен. Одно только золото чемпионата мира 95-го, чего стоит. Да Лезина российские супертяжеловесы этот турнир не выигрывали никогда. В своей супертяжелой весовой категории Алексей был очень быстрый боксер. Обычно тяжеловесы, они медленные, обычно они там что-то топчутся, ходят. А Алексей, во-первых, он левша, неудобный для всех противников. А во-вторых, он очень быстрый. Он быстрый на ногах, он быстрый в движениях, он быстрый в мыслях был. Много наград и побед – это вершина айсберга. Любит говаривать, сам Лезин. В его основании многолетний тяжелый труд. Вот главный секрет успеха, говорит юбиляр. И из всех своих побед выделяет бронзовую медаль Олимпийских игр в американской Атланте в 96-м. Олимпийские игры – это вообще апофеоз всего. Всей спортивной карьеры любого спортсмена. Просто попасть на Олимпийские игры, участвовать на Олимпийских играх – это уже великое достижение. А если завевал какую-то медаль, то это вообще счастье. Я не смог стать Олимпийским чемпионом, но надеюсь, что кто-нибудь из этих мальчишек, которые сейчас выступают на этом ринге, завоюют Олимпийскую медаль. Более сотни юных боксеров вышли в ринг в рамках турнира на призы Алексея Лезина. Чаще всего на верхнюю ступеньку подиума поднимали спортсмены из Димитровграда и ульяновского клуба «Икар» по пять раз. Четыре чемпиона из ульяновского клуба «Рингстар». Михаил Арсашанский, Управда ТВ.